Седьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 1927. «Я слышал, что у вас в общине более десяти человек занимались коммерцией, торговали на базаре, и потом все отпали. Так ли это? А если действительно случилась у них такая катастрофа, то почему? И были ли подобные случаи в житиях?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В житиях святых можно многое найти. Это же целые две тысячи лет охватывает. Там 1173 биографии и даже более. Надо помнить, что под каждым житием иногда проходит не одна личность, а двое или тысячи и же с ними пострадавшие. Торговля вообще очень опасная вещь. Когда не совсем, когда не своим товаром торгуют, а перепродают, вот тут грех и заедает. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 27 глава, 2 стих. «Посреди скреплений камней вбивается гвоздь, так и посреди продажи и купли вторгается грех». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Тревогу я начал бить почти в самом начале этой их деятельности. Батюшка поддержал, но они уже увязли. Насколько популярны жития и какие именно святые, это легче всего проверить по именам в народе и по названиям храмов. Никольский, Александра Невский, Покровский. Житие мученика Феодота, одно из самых любимых мной, как и жития Анфима Некомедийского, Климента Анкирского. Но этих святых кто знает? Кто так называет сегодня своих детей? Где храмы в честь этих величайших святых? Феодот, мученик, 18 мая, День памяти. Поучительно в житии его то, что он, несмотря на обладание гостиницей, совершал обильную куплю духовную и приобрел для Бога много душ человеческих. Причиной уже сего было то, что святой Феодот под видом корчемничества исполнял обязанность апостольства. Своими богодухновенными учениями и беседами он привел ко Христу много эллинов и иудеев и много грешников побудил раскаяться в грехах своих. Святой Васян, 10 июня, День памяти. Входя в город, он увидел на площади весовщика, который на весах вешал различные товары. Этот весовщик был неправеден, многих обманывал и этим старался доставить себе прибыток. Святой увидал на весах беса в образе маленького эфиопа, перетягивающего весы, чем и пользовался неправедный весовщик. Святой спросил бывших с ним, видите ли вы что-нибудь странное? Они отвечали ему, что ничего особенного не видят. Тогда святой помолился о том, чтобы и прочим для достоверного свидетельства отверзлись очи видеть то же, что видел он. И действительно отверзлись духовные очи у пресвитера Климента и у дьякона Елвония. Они увидели то же, что видел архиерей Божий, именно маленького эфиопа, сидевшего на весах и исполнявшего приказания весовщика. Они сказали о виденном святому и подтвердили слова Давида, который говорит, Псалом 61, 10 стих, «Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь, и если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Святой позвал весовщика и спросил его, при помощи какой неправедной меры ты увеличиваешь вес и обманываешь купцов? «Я не делаю никакой неправды», — отвечал весовщик и клятвую подтвердил, что вес его правилен. Тогда святитель показал ему на весах адского эфиопа и сказал, «Этот эфиоп тотчас же войдет в тебя, сокрушит твое тело и сторнет из тебя душу твою со страшными мучениями». Неправедный весовщик от страха задрожал и, припав к ногам святого с покаянием, обещался отстать от неправды. Святой вразумил его от святого писания и повелел ему все, что он нажил, неправедно раздать нищим. После этого святой молитвою отогнал от весов беса и отвратился в свой путь.